Хлюпино – одно из самых густонаселенных мест в районе. Здесь проживает более полутора тысяч человек. Деревню называют спортивной столицей поселения и профессиональным центром строителей Одинцовского района. Педагог Тамара Шотикова считает, что самые талантливые и скромные люди проживают здесь. Только один пример. Полисадники под окнами своей квартиры смастерил эту необыкновенную композицию ученик Тамара Васильевна, профессор МГУ Владимир Сыворотков. В пятый класс пришла, он узнал, какие у меня книги. Взял «Илиаду» и «Одиссею» Гомера прочитал. А потом мне подарил свою книгу. Деревни почти пять веков. Ее история не осталась незамеченной Пушкиным. Деревня Хлюпино, упоминаемая Александром Сергеевичем Пушкиным в своем произведении «Барышня-крестьянка», пришли ко мне мужики Захарьевские и Хлоповские. «Барышня-крестьянка» оправданно носит название этого замечательного населенного пункта со своими традициями. Открытие детской площадки – событие местного значения. Но для детворы с заводской улицы настоящий праздник забав и веселья. Теперь можно посоревноваться и узнать, кто в доме самый ловкий, быстрый и смелый. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы, украшаются подобными современными площадками деревенские дворы. Я очень рада, что сегодня, 14 августа, в День физкультурника и в День строителя мы можем подарить жителям нашей деревни Хлюпино такую замечательную многофункциональную детскую спортивную площадку, чтобы детки именно здесь, на этой новой, современной площадке, могли отдыхать вместе со своими родителями, бабушками и дедушками. Сегодня в гостях у хлюпинцев Дмитрий Голубков. В моем детстве что-то было поскромнее и попроще, насколько я помню. Было все, конечно, более такое аскетичное. И я думаю, что для сегодняшних детей это возможность не только играть, но еще и развиваться физически, развиваться интеллектуально, потому что многие тренажеры, они еще и подразумевают некое такое умственное развитие. Хорошо, если бы на этот праздник заглянул и писатель Владимир Сорокин. В 2008 году он утверждал, вот уже почти треть 21 века прошла, а жизнь в деревне Хлюпино все так же тягостно и уныло, как сто и двести лет тому назад. Разве можно теперь с этим согласиться? Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».